Дело молодое Сегодня в нашей программе Возрождаем КВН Городские команды побывали на выездных соревнованиях А теперь привлекают к популярной игре подрастающее поколение Девушка, которая поет, а также играет на саксофоне, клавишах, гитаре Лена Боровых о музыке и о себе Сила, меткость и выносливость Три кита зимнего палеотлона Олег Беляков и Семен Корягин Стреляют, подтягиваются, ходят на лыжах И приглашают присоединяться Человек, собаки, друг Это знают все вокруг Знают, а вот помочь друзьям спешат немногие Об этих немногих мы сегодня вам тоже расскажем Мы с вами на занятиях в очень необычной школе Это школа КВН Представители взрослых команд городского клуба веселых и находчивых Решили преподать урок юным активистам и на практике показать, что рассмешить – дело серьезное Ученики, кажется, схватывают на лету То есть ты ходишь, ждешь, показываешь Вот, ходишь и ждешь, ждешь, переживаешь Нужно показать, что переживание, что ты очень чувствуешь И тут оно облегает Мина, прости, пожалуйста, понимаешь Я шла, шла, шла Мне пупушка рассухрилась Я видела, что мне пупушка рассухрилась По правилам 12 сентября У нас как бы душа болит, потому что с КВН в городе проблемы Потому что мы в своей команде, ко мне за что, в свое время Постоянно набираем людей Но кто-то остается, кто-то уходит Но движений нет дальнейшего То есть сейчас мы уже немножко подустали Ищем смену А те, кто молодые у нас в команде, они немножко еще не готовы То есть и на данный момент в городе нет команд Хотя КВН – это движущая сила В принципе, вот сколько я же общаюсь с другими городами, с молодежью, именно с активными Все вышли из КВН В ноябре сразу две городские КВН-овские команды демонстрировали юмор на чужих сценах Роспись под кжель в городе Удомля, Тверской области А сборная прибор строительного завода Инияу Мефи «За что?» в Обнинске, Калужской области Команда «Роспись под кжель» привезла диплом за лучший сценарий Если играть только в городе, то здесь проблема заключается в том, что ты знаешь другие команды И ты привыкаешь к одному стилю игры Если мы здесь играем, у нас тема только про город То выезжая в другие города и на другие соревнования, на другие игры КВН То нужно акцент делать на юмор, который понятен всем, а не только тебе То есть это должен быть, ну, может, юмор из какой-то новости взят Или, например, Сочи 2014, например, что-нибудь по этому поводу То есть нужно очень продумывать юмор, именно акцентируясь на большую аудиторию, а не на узкую Сегодня в Трехгорном не так много команд Возрожденные было несколько лет назад традиции проводить регулярные городские фестивали КВН Могут вновь раствориться в многочисленных причинах не играть У одного семья, а у другого работа Поэтому новичков в КВН не любят И чем больше их будет, тем лучше для развития игры Полезно это и для вас, дорогие ребята А сейчас сценка, проводы, военкомат Вы куда проводы несете? Проводы? Военкомат! Это не только развлечение Человек становится раскованней, общительней и просто веселей Как бы может, ну, просто становится душой компании Ну, в некоторых ситуациях может как-то выйти из проблем каких-то И с улыбкой причем Показать, что он может улыбаться по жизни Хоча душе будет, ну, плохо Поэтому, если вы веселы и находчивы Или еще только мечтаете таковыми стать Не стесняйтесь, присоединяйтесь Возможно, когда-нибудь вы сыграете в высшей лиге КВН А даже если нет, эта игра поможет вам, встретив трудности, не терять чувство юмора Саксофон или клавиши джаз или рок Зачем выбирать, если привлекает и то, и другое Если музыка хороша для тебя во всех проявлениях Иногда, чтобы найти любимое дело, нужна целая жизнь Наша же героиня полюбила музыку с самого детства Пела на утренниках в детском саду, потом в хоре музыкальной школы Попутно осваивая игру на фортепиано Сейчас Лена работает на заводе Ее будни, казалось бы, от музыки очень далеки Однако истинная любовь всегда найдет место и в сердце, и в жизни человека Как у всех подростков, когда училась, сколько мне, ну, заканчивала школу музыкально Лет 13-14 было Мне тогда казалось, что вот я закончу и больше никогда в жизни я к пианино не подойду Вот, ну, наверное, где-то месяца два, может, даже меньше Я к пианино действительно не подходила Но потом я поняла, что без музыки мне Просто, не знаю, музыка для меня как воздух Не могла себе найти место, было скучно, нечем было заняться Шесть лет назад Лену пригласили в эстрадно-джазовый оркестр играть на клавишах Однако там ее подстерегала новая любовь – саксофон В оркестре у нас такая очень дружелюбная, позитивная обстановка Всегда хочется сюда приходить Не случайно мы в этом классе, где мы занимаемся Это, не могу сказать, что это мой второй дом Потому что я прихожу сюда три раза в неделю, как минимум И просто без этого места уже в моей жизни не существует И мне кажется, что, будь моя воля и время, я бы тут находилась гораздо больше И репетировала, занималась Потому что саксофон – такой инструмент Хоть я играю шесть лет, но все равно на таких начальных азах То есть, чтобы на нем научиться профессионально играть, нужно очень много заниматься Сидеть часами, гонять гаммы там Участие в различных конкурсах, поездке и выступления на родной Икаровской сцене Благодарные зрители и дипломы Эстрадно-джазовый оркестр – хоть и самодеятельный, но весьма успешный коллектив Лена не раздумывала, что показать на творческом этапе конкурса «Мисс приборостроительный завод» Ты мне не снишься, я тебе тоже И ничего мы сделать не можем Словно чужими стали друг другу И между нами, между нами белая друга «Мисс приборостроительный завод» А это уже городской рок-фестиваль «Призыв» Лена любит эксперименты в музыке Различие стилей и жанров и ее никогда не пугало Рок-группа «Даунхаус» и еще одно общество, в котором Лена – свой человек Песни пишет у нас Дима Савин Практически все песни, и музыку, и тексты – это все его Вообще, если бы его не было, не было бы, наверное, этой группы Он очень талантливый, конечно, человек У него два высших образования, то есть очень умный И у него очень такие философские тексты Иногда даже мы с ним спорим Я иногда не могу понять музыку, текст Но он всегда стоит на своем И в результате получается что-то, что нам нравится, что нравится публике Если вы тоже любите музыку и уже освоили какое-то направление Не останавливайтесь на достигнутом Самосовершенствование не знает границ Оно делает жизнь интересней Так что вам и карты в руки Точнее, микрофон и музыкальные инструменты Цель оправдывает средства, если цель – стать сильным и ловким, а средства – постоянные тренировки Хотите посвятить себя спорту и не знаете, что выбрать – предлагаем палеотлон Чем он хорош? Сочетает сразу несколько различных видов Два из которых – олимпийские Вполне достойное хобби для здоровых и целеустремленных Олег Беляков и Семен Корягин в спорте давно У Олега военно-патриотический клуб «Конус» Семен с детства занимается легкой атлетикой Участие в чемпионате по экстремальному туризму «Здоровый как лось» Свело вместе этих двух единомышленников И положило начало новому совместному увлечению Уже три года Олег и Семен вместе тренируются, участвуют в различных соревнованиях Из недавних успехов – первенство России в городе Салават Где Семен выполнил норматив мастера спорта В Салават ездил с конкретной целью На чемпионат России в Салават Выполнить норматив мастера спорта Мне кажется, тяжелее было психологически справиться Ну, получилось Если настраивал себя, что если не получится выполнить То набраться определенного опыта Который в дальнейшем мне поможет в выполнении разряда Ну, все сложилось успешно, выполнил Палеотлон как вид спорта появился в 92-м году И является продолжением существовавшего в Советском Союзе Спортивного комплекса ГТО «Готов к труду и обороне» Зимние трейбори, которому отдали предпочтение наши герои Включают стрельбу из пневматической винтовки Подтягивание на перекладине и лыжную гонку Палеотлон закладывает основы физической подготовки Для любого вида спорта И доступен для всех возрастов, начиная с 8 лет Это идеальный вид, который готовит к службе в армии То есть развивает силу, выносливость Ну и умение стрелять То есть то, что необходимо солдату Знать и уметь Я считаю, что многим юношам Если они еще не занимаются никаким видом спорта Можно попробовать свои силы в этом многоборе Надумайте присоединяться, знайте Подготовка к занятиям должна проходить с большой ответственностью Чтобы тренировки не нанесли вред здоровью Палеотлон – один из сложнейших видов спорта И чтобы добиться по-настоящему высоких результатов Надо грамотно отнестись к начальной и дальнейшей физической подготовке Впрочем, если не ставить перед собой слишком высокие цели Палеотлон может стать для вас просто любимым хобби Есть у людей рыбалка То есть они ездят на рыбалку Покупают дорогие удочки, катушки Я не знаю, проезжают Уезжают на неделю из дома Рыбачат где-то на дальних веках У нас вот такое хобби То есть мы занимаемся спортом Именно многоборием Но оно более разностороннее Интересное То есть если где-то устал, надоели лыжи Взял винтовку, пошел стрелять То есть побольше стрелять начал Надоело стрелять, пошел на перекладину Поподтягиваться, больше подтягиваться начал То есть, ну, как бы более такое, ну, интересно То есть Вот И мы для себя такой задачей, что развивать не ставим Но если кто-то присоединится к нам То есть мы будем рады С детства нас учат ценить дружбу и любить животных Они надежные товарищи и спутники Верны и преданы Почему же так часто наши братья-меньшие Оказываются на улице Мы в ответе за тех, кого приручили Не преувеличу, если скажу, что эту фразу Из сказки «Маленький принц» слышали все И согласны, кажется, все На деле же мяукающие и лающие четвероногие наши друзья Нередко оказываются в довольно бедственном положении И подкармливать их, говорят ветеринары Дело для очистки совести, может, и полезное Мол, чем-то я помог этому бедняге Однако проблему не решает Причем даже проблему этого отдельно взятого животного Ведь на улице у него, кроме голода, много врагов Это и холод, и болезни Действительно хотите помочь? Заберите с улицы хотя бы одного Оставьте себе или отдайте в добрые руки В детстве так поступали многие из нас Наверное, в детстве мы добрее и больше верим в то, что способны изменить мир А ведь мы действительно способны Так считают наши героини Алиса Лаевская и Юлия Булыгина Если подобрали животное, охота ему помочь Вот, то первым делом нужно его в ветлечебницу определить То есть там врачи уже посмотрят состояние здоровья Сделают необходимые манипуляции Чтобы животное было максимально адаптировано к жизни Дома именно, чтобы не заразить других животных Вот, когда вы уже себе заберете после там передержки То первым делом можно сфотографировать Дать объявления в газеты Выложить на форум объявления И таким образом пристраиваешь Две очаровательные девушки Представители неофициального сообщества по защите прав животных Неофициального, потому что на регистрацию и организацию нужны средства Которые пока берутся в основном из своего кармана Плюс добрые люди иногда помогают А затрат много Это и лечение, и кормление Принесенных в дом на передержку собак и кошек Спасают животных они по собственной инициативе Потому что просто не могут иначе Тут такая проблема Люди берут щенка Не зная, какая ответственность за него должна быть Поиграли и выбросили Надоел Начал писать, начал там дома, да, грызть что-то То есть щенки все до полугода грызут, гадят, да То есть вот Люди, не понимая этого Берут маленький пушистый комочек Думаю, что с ним проблем не будет Потом надоедает и выбрасывает Летом наши героини объединили свои усилия И провели несколько акций под названием «Найди друга» Не проходите мимо, если на городском рынке Или во Дворце культуры Икар Увидите стенд с этими словами Вы тоже можете помочь сделать этот мир немного добрее Алиса и Юля говорят, что посредством акций Удалось пристроить довольно много животных Есть у них в городе и единомышленники Кто-то у себя там 10 кошек дома держит Просто всем помогает И потом он влюбляется в них, не может от них отказаться Всегда там, если какой-то бездомный, они прям не могут пройти То есть если кто-то где-то плачет Все это разрыв сердца Ну очень чувствительные люди Во многом животные, как дети Они милые, непосредственные, доверчивые, понимающие Только ответственность до них По законодательству не такая, как за ребенка Это и позволяет людям, даже на первый взгляд Приличным и воспитанным Порой со слишком легким сердцем Расставаться с надоевшими питомцами Сегодня на рассмотрении в Госдуме находится законопроект Об ответственном обращении с животными Хочется верить, что проблема решается Но многое по-прежнему зависит от каждого из нас Противоречивые чувства у многих, к примеру, вызывает стерилизация животных Между тем, защитники животных призывают не разводить Беспородных и непристраиваемых животных Насколько это возможно? Проще предотвратить беременность кошки, чем потом думать, как избавиться от котят Человек сам выбрал себе в спутники животных Поселил их рядом Они не могут говорить, но помогают справиться с одиночеством По их глазам видно, как сильно они к нам привязываются Многим людям стоит у них поучиться и дружить, и любить Собака – это вечный друг То есть человек, какой бы он ни был хороший, любимый, ребенок, муж, кто угодно Человек все равно может предать Человек может накричать, не понять Собака никогда не предаст А если это твой друг, он останется другом навсегда То есть к нему можно и в плечо поплакаться, и повеселиться вместе Он всегда рядом И он любит Он любит настолько, что вот Ну, то есть ты для него царь и бог И порой вот Есть такое хорошее высказывание Боже, дай мне быть таким человеком, которым считает меня моя собака Поэтому с животными, с ними лучше, чем без них ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Вот и все, что мы успели рассказать вам сегодня Сделать этот мир чуточку лучше вполне по силам именно вам Для этого достаточно самому начать меняться в лучшую сторону Делайте добрые дела и рассказывайте о них в нашей программе До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин